Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Крайнов. Я сегодня приехал в совхоз имени Ленина к Павлу Николаевичу Грудинину. Второй раз я в этом замечательном хозяйстве. Второй раз я радуюсь и наблюдаю, как люди умеют жить, умеют работать и умеют обустраивать свою жизнь. Прекрасные дома, отличные дороги, замечательная школа. И всё остальное сделано для людей. Этим можно только гордиться. Вопрос, почему этого не сделано для всей страны, я не понимаю. Ну вот у нас что, денег не хватает? У нас миллиарды выводятся денег за рубеж, за нефть, за газ. Куда их? Олигархам. Куда потом они что, солить их собираются эти деньги? Я не понимаю. На те деньги, на те миллиарды, которые, триллионы рублей, которые каждый год Россия экспортирует ресурсов, я уверен, триллионы на 2 долларов, если так посчитать. Это и нефть, и газ, и золото, и алюминий, и железо, и всё-всё-всё-всё-всё. Вплоть до научных технологий, разработок и различного рода ноу-хау. Так вот, если всё это взять и не тратить на покупку яхт всяким Абрамовичам и Бентли, всяким олигархам и Дерипаскам, и всё остальное, не давать чиновникам жить в пятикомнатных, пятиэтажных квартирах, то этих денег за глаза хватит нашей небольшой стране, у которой всего 146 миллионов человек. И мы были бы действительно самыми богатыми, богаче всех остальных саудовских принцев и монархов. Мы действительно самые богатые. Нам Господь Бог и советская власть подарили вот это вот счастье. Во-первых, земля наша огромная с несчастливыми богатствами. С другой стороны, промышленный уровень и экономика, построенная силами наших отцов, дедушек и бабушек в годы советской власти, в годы социализма. Сейчас многие пытаются забыть о том, что всё, что построено, это всё сделано при социализме. Но это действительно так. И мы должны быть благодарны советской власти. Я не понимаю, почему взяли советскую собственность и начали её раздербанивать. Я этого не понимаю. Нам ведь что обещали в 90-х годах, если мы вспомним? Приватизация, ваучерная приватизация, я имею в виду. Каждый житель страны будет собственником. Каждому выдали ваучер. На нём было написано 10 тысяч. Чубайс сказал по телевидению, что эти 10 тысяч, это не просто 10 тысяч рублей, это две «Волги», две автомобили представительского класса в стране на тот момент времени, 92-й год. Это действительно большие деньги. Считай, две квартиры можно было на эти деньги купить. Ну так вот, если бы полноценно использовать ваучер, кто-нибудь смог ими распорядиться? Да никто, только перекупщики, которые получили контроль над норильским никелем, над месторождениями, над золотыми, над нефтяными, над газовыми полями. А простому народу ничего не досталось. Все инвестиционные компании были разорены. Как так? Я бизнесмен, я с 90-го года предприниматель. Я знаю, что такое по бухгалтерии разорить предприятие. Это не значит, что испарилась собственность. Она не исчезает. Это такой же материальный актив, как земля и вода. Она есть всегда. Вопрос в том, как она учитывается, кому она принадлежит и в чьих интересах она используется. Вот здесь, в совхозе, она используется во благо людей. Это замечательно. А во всей остальной стране она используется во благо олигархов. И это ужасно, потому что страна наша велика и обширна, а порядка в ней нет. Вот это меня огорчает. Приехав сюда, я узнал, что Павел Николаевич Грудинин подал кассационную жалобу по тому делу, последнему делу, когда ему присудили выплатить миллиард рублей в пользу вот этих новоявленных акционеров, которые требуют возмещения непонятно каких убытков за вот эту вот деятельность, прибыльную деятельность, отличную деятельность. Найдите любое другое предприятие в России, которое работало бы лучше. Ну покажите, кто работает лучше в России. И в этих условиях говорят, что оказывается можно было еще лучше работать. Ну давайте дадим этим новоявленным акционерам два-три поля, ну в соседнем совхозе. Ну просто подарим, вот просто скинемся, купим и подарим. И пусть они там построят такое же предприятие, как совхоз Грудинин. Пусть они покажут, как нужно управлять государством. Они же умеют, они же знают, где прибыльно, где неприбыльно. Смешно звучит, но это так. И то, что Павел Николаевич вместе со своими юристами, я не участвовал в этом процессе, но я не в обиде, потому что я сам не профессиональный юрист, я просто гражданин, который имеет свою позицию и хотел помочь. То, что я выступил, это и является уже моей помощью, по большому счету. Я чем мог, помог, привлек внимание, может быть подтолкнул, может быть мои слова вселили в кого-то надежду. Я надеюсь, что не разочарование точно. И, в общем, процесс борьбы продолжается, это главное. Я надеюсь, что вообще, с учетом последних политических событий, а это и Белоруссия, и Навальный, и выборы 13 сентября, и грядущие принятия опять же Конституции, и грядущие следующие выборы, которые очень скоро будут проходить в 2021 году, федеральные выборы, выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Вот в преддверии всех этих событий, я думаю, что у нас есть существенные шансы победить, даже в этой прогнившей судебной системе. Я думаю, у нас все получится. Дополнительный плюс, очень хороший, то, что прошлое дело Грудинина, когда контроль над вот этой вот спорной частью акций перешел к этим новоявленным акционерам, вот по тому делу подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Это тоже отлично, это замечательно. Я лично, сколько ни пытался подать жалоб в Европейский суд по правам человека, у меня это не получается. Там сидят какие-то люди, назначенные Путиным или его командой, и просто разворачивают мои жалобы, объявляя их неприемлемыми. Неприемлемо, неприемлемо, неприемлемо. Я дошел до того, что стал в каждой жалобе писать перечень оснований. Там есть на сайте ЕСПЧ алгоритм признания жалобы неприемлемой. Вопросы, на которые нужно ответить. Да, нет, да, нет, нет, да. И если у тебя в каком-то ответе нет, то она действительно неприемлема. Я в каждой своей жалобе расписываю, почему да, почему приемлемо, почему должна быть рассмотрена. Но нет, нет. Мои жалобы, я уверен, не читают судьи. А просто специфическим образом переводят и представляют судье так, как будто бы действительно эта жалоба неприемлема. Дошло до того, что мне из ЕСПЧ прислали угрозу фактически, что следующие мои жалобы не будут рассмотрены, если я еще раз обращу, еще один раз пришлю им жалобу, которая тоже будет признана неприемлемой. Это вообще нонсенс. Для нормальной судебной системы, которой, я надеюсь, является европейская, обжалование любого судебного дела является правом. Оно не может быть изъято. Это право на судебную защиту, гарантированное шестой статьей Конвенции о защите прав человека. Как они могли это, такое написать? Такое могут написать только наши судебные чиновники, наши юристы, работающие там, в ЕСПЧ. Поэтому я считаю, что то, что Павлу Николаевичу удалось подать жалобу, он преодолел этих мерзавцев, скажем прямо, которые сидят и разворачивают большинство жалоб из России, это замечательно. Значит, Европейский суд по правам человека услышит, действительно услышит, ту позицию, которую все мы отстаиваем. Ведь у Павла Николаевича, у его совхоза миллионы сторонников. Все мы голосовали за него в 2018 году на выборах президента. Я горжусь тем, что голосовал за Грудинина. Это действительно было здорово. Тогда было воодушевление. Мы верили, что мы сможем победить. И я даже подавал заявление на пересчет голосов. Я не верил этим результатам, которые были нам показаны. Система госвыбора зависала на три часа в онлайн-режиме. Это все видели 18 марта 2018 года. Тогда, ребята, давайте пересчитаем, попросил я Верховный суд. Но мне сказали нет. Ты не имеешь права подать заявление о пересчете. Ты никто. Ты просто гражданин Российской Федерации. Ты никто. И звать тебя никак вообще. И прав у тебя нет. И мы сами считаем, что твои права не нарушены. А определять тебе, гражданину, что твои права нарушены, прав никто не давал. В общем, сиди и не вякай. Одно меня утешает. Я же еще и гражданин Советского Союза. Вот эти права, они, эти собаки, никогда не смогут у меня отнять.